Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС снова на связи. В эфире Минск чрезвычайный, в студии Александр Попко и мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Подведем итоги статистики ушедшего года. На пожары ИЧС спасатели совершили 4373 выезда. На пожарах погибли 23 человека, один из них ребенок. 37 человек, в том числе двое детей, пострадали. Почти 1900 человек работники МЧС спасли и эвакуировали из опасных зон. А за двое суток уже нового года спасатели столицы на пожары ИЧС совершили 29 выездов. Далее подробнее о происшествии. Минск чрезвычайный. Неделя удивила разнообразием чрезвычайных ситуаций. И начнем с самого новогоднего происшествия, произошедшего в среду в квартире по улице Алтайской. В квартире находились двое детей 2013 и 2015 года рождения и их мать. Со слов женщины, когда она зашла в комнату, полыхала елка. Женщина самостоятельно пыталась сбить пламя, но не смогла. После чего вместе с детьми покинула квартиру и вызвала огнеборцев. Пожарные быстро справились с пожаром, но, к сожалению, часть имущества была повреждена огнем, квартира закопчена, а от самой елки остались лишь металлический каркас. МЧС предупреждает, внимательно относитесь к елочным гирляндам. Любой электроприбор и тем более гирлянду нельзя оставлять без присмотра. Перед тем, как пользоваться гирляндой, обязательно прочтите инструкцию. Нередко производители в инструкции указывают, что ее нельзя эксплуатировать более трех часов подряд. Осмотрите изоляцию. Она должна быть плотной и без внешних повреждений. Коробка переключателей режимов должна быть целостной. Особое внимание обратите на проблемные места. Соединение провода с вилкой, провода с выключателем режимов, провода с лампочками. В четверг на телефон столичных спасателей 101 прохожий сообщил о необычной находке. Ей оказалось ведро почти с 10 килограммами ртути, находившейся на открытой площадке по улице Казинца. Ртуть была изъята, помещена в специальную емкость для хранения, транспортировки и перевозки. К счастью, обошлось без пострадавших, а загрязнение окружающей среды не произошло. Как ртуть стала бесхозной и откуда она вообще взялась, выяснит РУВД администрации Октябрьского района. А мы напоминаем, что при обнаружении ртути и других ядовитых веществ, незамедлительно сообщайте по телефону 101 или 112. Минск чрезвычайный. Неожиданными последствиями обратился циклон с привлекательным названием «Барбара», налетевший на столицу во вторник. Около восьми вечера, когда многие вернулись с работы и плотно припарковали свои автомобили, кратковременный, но сильный порыв ветра повалил дерево во дворе по проспекту Пушкина. Под деревом оказались сразу четыре машины. В полночь в Центр оперативного управления спасателей поступило сообщение о падении дерева по улице Корженевского. На этот раз поврежденным оказалось остекление балкона первого этажа пятиэтажного дома. Но и на этом циклон не остановился и уже около часа ночи свалил дерево во внутридворовой территории по улице Казинца. Как и в первом случае, дерево накрыло собой четыре автомобиля, тем самым нанеся механические повреждения. На все случаи спасатели выезжали для распиловки аварийных деревьев. Обошлось без пострадавших. Внимание! По сообщениям синоптиков, завтра утром ожидаются сложные погодные условия. Сильный снег, метель, на дорогах гололедица, а также усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. А с четверга ожидается похолодание, которое проявится усилением морозов к выходным с сохранением ветра. Помните, налипание снега и сильный ветер могут повредить линии связи и электропередач, а также вызвать обрушение слабо укрепленных конструкций, включая кровли зданий и вызвать падение деревьев. Чтобы обезопасить себя, уберите все хозяйственные вещи с балконов, а находясь на улице, обходите шаткие строения и избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска, таких как линии электропередач, трубопроводы, мосты и эстакады. Воздержитесь от поездок по городу. Транспортные средства лучше поставить в гараж, а при его отсутствии автомобили лучше ставить вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Если случилась чрезвычайная ситуация или ваша жизнь и здоровье в опасности, звоните 101 и 112. Минское городское управление МЧС поздравляет вас с наступающим Рождеством и Новым Годом! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова